Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь помилуй Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помилуй Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Чтобы во всем славилось имя Твоё Вечное и славное Господи Пребудь рядом с нами, май Господь Научи нас заповедям Твоим Чтобы мы любили друг друга Как Ты заповедал Ученикам Твоим Дай нам во всём вразумение, наставление и обличение Чтобы всё это мы приняли со смирением с желанием справиться Помоги детям, Господи, дай им веру, дай им страх, Господи, чтобы они родились свыше, Господи, от Тебя, Господа, сил, Господа, свет, света, слава Тебе. Не будьте рядом с нами в течение этого дня, благослови наших настанеков, Игнатия, священника Тима, благослови даже наших херархов, Господи, дай им им, Господи, духовного рождения, дай им любовь к слову твоему, чтобы назидали пасту свою нечеловеческую мысль, но по слову твоему живому действию. Митрополиту Иллариона, епископа Евтимхи, патриарху Кириллу, митрополиту Иллариона, митрополиту Корнили, митрополиту Литу Сергию Алтайскому, епископу Максиму и другим епископам. Помоги даже священникам, Якиму, Иоанну, Павлу, Геннадию, Наум и всем другим. Благослови даже, Господи, потеряй, что Барнавусская община, всех святых твоих, посему лицо земли, укрепи их, поддержи их, сохрани их от всякого рода зла. И доведи нас всех за желаемый пристань за Царствие Твоего. Имеи Господу Богу нашему за все хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сын и Святой Дух. Слава Тебе. Доброе утро. Доброе утро. На колокола. Ворочи. Да. Ну не стоит. Давай, бей. Давай, бей. 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 Да. Бей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начинаем читать Евангелие от Матфея. 1 глава. С первого стиха. Какие у нас бывают юнангелисты, кто знает, руку подняли, есть Ванга, Лука, Марк, Матфея, Игорь, Матфея, Матфей, Марк, Лука и Иван Слушаем внимательно, все касается, Господь как всем называет Родословие Иисуса Христа, толкование Толкование мы читаем Блаженного Фефилакта. Это издал Иной Тихонович Лапкин. Это трехтомник Нового Завета. Здесь у меня закрыто просто, сейчас бы показал. Именно по толкованию Блаженного Фефилакта, журшу в XI веке. Архиепископ Болгарского. В трех книгах с добавлением комментариев к словам Блаженного Фефилакта, касающиеся проповеди Слова Божия. Поставите комментарии в Игнатии Лапкин. Книга первая. Багнову, 2013-2003 года. Почему Евангелист не сказал подобно пророкам? Видение или Слово? То есть все ветхозаветные пророки, они начинали, так говорит Господь, или так говорит Слово Господне, или так, видение от Господа. Пророки начинали. А Матфей, именно уже ученик Христа в Новом Завете, он начинает так, Родословие Иисуса Христа. Ибо они так надписывали в своей книге. Видение Исаии, сына Амосова, которого он видел. Исаия 1 глава, 1 стих. Также Слово, которое было в видении к Исаии. Исаия 2 глава, 1 стих. Ты хочешь знать почему? Потому что пророки вещали к жестокосердным и непокорным. И потому говорили божественное видение и Господне Слово. То есть для чего это они делали? Чтобы устрашить человека. Для чего Господь вообще дает нам Слово свое? Чтобы мы знали Его святые заповеди, исполняли их и боялись Бога. Начало мудрости, кто дальше знает? Страх Господень. Первое, что на главнейшее для всех, начиная с детишек, заканчивая с взрослыми, это начало мудрости, страх Господень. То есть в чем заключается страх Божий? Кто у нас давно уже Слово Божие изучает? Можешь, Ефросиня, ответить? Ты боишься не грешить Господу. То есть грешить перед Богом. То есть нарушить одну из святых заповедей. А чтобы эти заповеди знать, надо что делать? Почесть. Читать Слово Божие. Вот что мы чем и занимаемся. И Слово Божие мы познаем, кто такой Господь, Бог, Творец наш, небо и земли и всей вселенной. Какие Он дал нам заповеди свои святые, чтобы мы, исполняя, живы были. И при том Господь нам еще обещает вечную жизнь. Палец. Ты что делаешь? Ничего. Кто съешь? Вот. Дальше читаем. Так они говорили для того, чтобы народ убоялся и не пренебрег тем, о чем они говорили. А Матфей имел дело с верными, благомысливыми и благопокорными. И посему не сказал наперед ничего подобного пророкам. Могу сказать нечто и другое именно, что видели пророки, но видели умом, созерцая при помощи Святого Духа. Посему и называли то видение. Но Матфей не умственно видел и созерцал Христа, но чувственно пребывал с Ним и чувственно слушал Его, когда Он был во плоти. Посему не сказал видение, которое видел, или созерцание, но сказал родословие Иисуса. Имя Иисус не греческое, а еврейское, и значит Спаситель. Ибо оно у евреев означает спасение. Запомнили? Имя Иисус что означает? Запомнил, Андрей? Что означает? Имя Иисус означает Спаситель. Спаситель. То есть надо запомнить всем. Вика запомнила? И своих этих научает тоже. Вы запоминайте тоже. Вы уже взросленькие, но у вас память хорошая. Вам не обязательно читать. Вы на слух ловите. Слышишь? Как их вот это? Это Соня. Соня, да? А там Маша, да? Мария. София. А, София? Соня. А, София, ну и Соня, да. Ну вот, чему мы научились сегодня. То есть, Господь обращается к нам через пророков, потом через апостолов, которых мы видим, Матфея, например, он был из числа 12. И мы должны внимательно слушать. Написано в притче 28.9. Кто заучил из вас, Нестор? Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. То есть, если мы Слово Божие не слушаем внимательно, а потом встаем на молитву и молимся, там, Отче наш, читаем Господу, то наша молитва может быть мерзостью. Почему? Потому что мы отклоняем ухо свое от слушания закона. Вроде пускай там кто-нибудь говорит, а мне чего это. Потом, не зная законы Божьи, мы их нарушаем. А нарушаем мы согрешаем. А согрешаем мы погибаем. Ян Златоуст. И все от того, что мы не считаем Слово Божие. То есть, не слушаем. Потому что правильно у человека вера появляется. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть, ни от чего она не появляется. Только от слышания Слова Божия. В первую очередь. Правильная вера. Ну все. Слава Христу. Слава Тебе, Господи. Все. Мы уходим на работу. До завтрака. Мы должны немножко поработать. Пошли.